друзья всем привет ну что мы сегодня со славой едем в магазин home depot нам нужно купить землю у нас манго ох погода у нас сегодня только что лил дождь сейчас успокоилась я вышла в этот момент на улицу но такие тучи сейчас вам покажу значит у нас наш манго код косточка от манго которую мы процесс запустили до чтобы она дала росток и она дала росток мы сажали два манго две косточки брали вот одна у нас проросла а другая нет ну вы знаете я когда ее открывала я немножко ее деформировала так получилось не получилось вытащить из вот этой самой плотной части в целости и сохранности и она так и не дала никакого ростка пришлось выбросить вот и нам нужно купить землю то есть уже пора пересаживать а земли нет горшки же у нас есть в распаковке попались плюс еще у нас на заднем дворе от наших прошлых жильцов которые здесь жили осталась какая-то такая пальмочка декоративная может быть она не пальмочка как-то по-другому называется я посмотрю в интернете тоже она там росла я сначала на нее внимание не обращала она небольшая такая знаете сантиметров 30 может быть зимой она высохла еще подружку мне гордин я у тебя эту пальму заберу да забирай еще мы дом не покупали ничего а потом смотрим она зимой высохла я говорю ладно походу она погибла потом летом она снова ожила в общем зимой она как-то так засыхает а летом снова оживает и вот я сейчас смотрю на нее она очень даже хорошо выглядит рислав так как у нас уже точно ну будет дом все у нас уже это не в перспективе у нас уже идут этапы давай мы эту пальму пересадим в горшочек будем ее удобрять будем ее растить чтобы когда мы уже переедем в дом она может быть немножко окрепнет еще подрастет и мы там где-нибудь у себя ее на заднем дворе посадим вот так что нам земля нужно для двух растений эта туча гремит здесь серость вы видите вот там идет дождь прям видно вдалеке если так приблизить полосы видны и только что он лил прям сильный будем сегодня очень перебежками ходить успевать между дождем и вот такими вот прояснениями так на что вот он слова мы на месте приехали в хом дипа слав побежали взяли зонтик с собой на всякий случай потому что накуплены сейчас как мы выйдем слава тут как ливень как польет ничего страшно домики видишь сарайчики мы сарайчик ты хочешь сам до сделать попробовать не хочет покупать готовый а хочет сам слышу я предлагаю через вот эту вот часть зайти я хочу пальмы посмотреть какие цены здесь хом дипа да и вот тут пальмы стоят но мне эти не нравится этот вид там вот есть те которые мне больше нравятся может здесь и манга есть возможно вот эти по моему называются по моему queen queen pal они вырастают так себе выглядят если честно так какая у них цена интересно да queen правильно я сказала только я не вижу ценник а вот вот такая уже большая видите 200 долларов стоит сейчас на режим сделаю вот такой вот это слав 200 долларов стоит не так дорого я думал поменьше поменьше она ты видишь чуть-чуть другой вот эти вот такие как его с тоненькими листиками а есть вот такая какая-то обглоданная правда но вид я имею ввиду вот этот 140 стоит такие вот пальмочки пойдем он туда сходим там есть пальмы которые мне нравятся тебя не слышно слова тут мандариновое дерево нашел уже с мандаринами а уже с мандаринками смотрите прям полное дерево какая цена слав видел ценник нет а вот написано 500 долларов но уже вот готовое дерево у него сколько я не наверху мандаринки тоже у него высота наверное уже почти два метра мне кажется да под два метра и вот тоже стоят смотри прям усыпаны просто мандаринами обалдеть посмотрите друзья здесь просто их огромное количество вот они слав еще пальмочки которые нам нравятся они очень маленькие такие карликовые декоративные вот смотри 28 долларов всего лишь стоит не так уж и дорого ванта 40 долларов стоит в зависимости от размера мальчик девочка так что можно не мучиться вот эти не выращивать с ростков цена вопроса 30 долларов посадил и она уже какой-то вид будет иметь маленькая авокадо авокадо уже деревья хоть приценимся слав а то мы с тобой с косточками мучаемся 115 долларов вот уже смотрите какой рост яблоки есть смотри яблочное дерево у нас цена сложно тут а вот 878 долларов стоит меня интересует только манго да я знаю зелененькие яблочки только манго смотрите гуава тоже глава уже с плодами есть тут прямо по веткам усыпаны цена 160 долларов уже большое дерево хоть сами с вами вместе посмотрим лимоны апельсины здесь стоят апельсины по 90 долларов лимон тоже уже они тот тоже мандарин где-то я видела лимоны вот они лимоны но здесь я не вижу лимончиков на самом дереве лайм тоже есть так лимон 250 стоит вот такое дерево так идем дальше вот еще лимоновые лим лимоны и деревья 91 доллар вот такие кустовые пальма как куст тоже недорого 30 долларов стоит уже такой кустик можно где-то ну если делать какую-то грядку не грядку а клумбу да то вот декоративно можно сделать слушайте они я знаю что в некоторых местах их даже как забор используют прям часто вот так сажают и получается такой пальмовый заборчик между вот участками если знаете вот эту границу делают вот они пальмочки которые мне нравятся я купила косточки семена этих пальм сейчас хочу посмотреть сколько стоит готовая а недорого слушайте 40 долларов стоит уже вот такая пальма и в ней вот 3-4 ствола обалдеть а я купилась семена за 10 долларов они меня будут расти всю вечность а это вот уже готовы какая красота 40 долларов то вообще ни о чем они уже хорошего размера у них уже высота наверное метр 30 вот так класс я рада так что здесь еще у нас есть вот такая пальма еще интересная тоже листья такие у нее необычные 40 долларов стоит слушайте выглядит хорошо конечно мы посадим наши семена которые купили уже что теперь пусть растут но просто ведь и никогда не интересовались тем вопросом а сейчас вышли оказывается это не так уж и дорого все так а что вот это такое это мне нравится растение вот с такими вот плотными листьями хорошо выглядят так здесь у нас тоже какое-то растение я название к сожалению не знаю что тут написано даже по-английски не знаю что это такое ну перевести дословно конечно можно но у всех же растений есть свои названия в общем кустики есть симпатичные есть из чего что-то выбрать цветочки вот такие тоже хорошо кустики смотрятся на клумбах цвет такой яркий получается 17 долларов горшок вот тоже по 15 по 17 долларов яркие цвета такие цвета такие красивые а вот и земля как раз здесь слова уже там выбирает миксы вот такие по 15 долларов и какая-то вы тут трава три доллара горшочек стоит и это тоже три доллара так ну конечно здесь я зашла пальмы посмотреть самое главное я увидела слав ты представляешь пальмы которые мы купили семена с тобой будем сажать я купила семена за 10 долларов а здесь уже пальма метр тридцать три такие знаешь из одного отверстия 340 долларов представлять так ладно выбираем и выбираем землю тогда так вот есть земля специально видите идет для кактусов для пальмы для пальм и для цитрусовых деревьев уже специальный такой микс поэтому можно сейчас тут посмотреть потому что видите они разные есть вот для ну то что есть нужно да там огурцы помидоры скажем так клубника а есть именно для обычных растений смотрите еще какое увидела интересное растение такой плотный ствол и листья симпатичные на кукурузу похоже много конечно всего о вот они все стоят классно выглядит так особенно когда вот так в одной кучке так что тут у нас еще эти же кустарники ой вот эти мне еще кстати пальмочки нравится у них такие жесткие листья они такие пушистые знаете получаются тоже ствол выглядят очень неплохо эти маленькие пока а так они бывают прям очень хорошие пушистые 70 долларов стоят горшок и в горшке две вот таких пальмы классно выглядит хорошо так значит берем упаковку вот этой земли который идет именно для таких деревьев кактусов до растений и нужно взять еще вот этот перлит или как выбрали называется он такой легкий смешивается землей просто мы читали манго высаживается там или что-то то вот с этим лучше смешивать немножко такая воздушная почва наверное получается потому что как такой дренаж создает в почве уже и слава почитал что вот это вот этот состав он специально для того чтобы сажать вот именно ростки они помогают развиваться укрепляться корневой системе насколько верна информация в интернете эта земля имеет очень хорошее соотношение нитратов удобрений азота и так далее один к одному короче ну попробуем она такая мягкая прям очень рыхлая для быстрого ну вот именно укрепление корневой системы когда наверное корень укрепиться уже росток будет получше его можно будет пересадить уже в обычную землю вот пока берем вот этот набор из трех мешочков мы конечно дилетанты пишите нам пожалуйста комментариях особенно кто живет в америке вы знаете название всех этих вот этих вот штук что для чего и будем рады вашим рекомендациям и советам будем учиться вместе с вами да да потому что мы еще те огородники садоводы особенно здесь другой стране когда не ничего не знаешь из вот этого всего все нужно читать изучать но вот то что прочитали взяли в общем вот этот состав друзьям так все идем на кассу здесь конечно этих мешков огромное количество и для комнатных растений и для плодовых растений и для деревьев и для уличных для любых экзотических тропических растений также нужно учитывать что у нас флорида у нас не растет все абсолютно есть определенные ограничения на некоторые виды и плодовых каких-то деревьев овощей фруктов и всего остального какие красивые цветочки цвет такой прям обалденный 688 горшочек стоит но выглядит супер цвет коралловый такой прям насыщенный окно что здесь пока ничего такого чтобы прям сильно останавливаться чтобы вас не мучить лишний раз нам конечно все это очень интересно но чуть чуть попозже будем вместе с вами здесь гулять пока что просто ознакомливаемся входим в курс дела вообще смотрим что здесь в принципе есть что продается какие растения и и какие цветы так камешки вот это все что же нам будет нужно для заднего двора слава уже пошел сейчас я тоже за ним бегу алоэ все такое яркое конечно красивое все это расплатился довольны что нужно для счастья начать огородничать я прям реально очень сколько заплатил за эти три пакета 25 58 до 26 долларов земля друзья тут земли это и раз два и нет но в америке это дорогое удовольствие сажать что-то вот своими руками потому что землю приходится покупать это не не чернозем когда мы жили в россии в полосе черноземья и мы вообще об этом не думали пошел накопал земли в горшок насыпал и посадил а здесь вот надо изучать играться и думать что купить чтобы она выросла это очень интересно да будем я чувствую слов мы с тобой кучу денег тратить участь на своих ошибках у нас много акций бонусов поэтому нормально каких акций и бонусов я что-то не знаю вот тоже пальма интересная 130 долларов стоит видите как она как-то растет тремя сторонами то есть не круглый створ а вот ствол а плоский здесь плоский здесь и плоский с той стороны и получается одна сторона такая как веер раскрывается там с другой стороны тоже как веер прикольно прикольно панечка что-то в живую таких не видела сейчас обратила внимание думаю что это за пальма такая интересная единственное не нашли манго не продается здесь готовый манго чтобы прям вот деревце посадить ну может быть именно в этом магазине нет еще посмотрим в других магазинах может быть там найдем в хом дипо мы не нашли слава прям расстроился хотел посмотреть сколько стоит реально манго дерево наша косточка косточка она будет долго расти естественно но для разнообразия можно было бы и маленькое деревце купить тоже слава там пошел изучать сарай как они делаются ну чё мы справимся справишься справимся справимся ох давайте зайдем посмотрим да в принципе тут принципе тут все просто да но я имею ввиду что нечего-то прям замудренного соединил сколотил и все готово до слава делов то на пару дней ну слушай вот сколько такой стоит сарай пищ 5000 долларов 587 с к таксами выйдет больше чем пять сто представь а своими руками такой можно сделать намного дешевле намного этот 5700 почти а нет ну да это сейчас скидка так он 6800 стоил этот побольше конечно размерчик но тем не менее в принципе все так знаешь когда умеешь когда немножко в этом понимаешь оно ну ты понимаешь что ничего здесь особенного нет чтобы отдавать такие деньги конечно нужно время да для этого не у всех она есть если человек много работает допустим да и хорошо зарабатывать ему проще пойти купить чем тратить время на то чтобы это сколотить но когда это нравится делать и время найдется до слов слава расскажи что ты там узнал про манго ну манга это тропическое растение поэтому для него важен специальный климат чтобы было влажно и тепло нет не столько важно солнце сколько именно тепло климат да важно температура днем и температура ночью тогда она растет очень хорошо и даже из семечки можно вырастить плодоносящее дерево да там полом было написано да ты говорил что почему не растет вот в россии если сажают ну вот не в жарком климате да а вот в обычных где 4 сезона почему она там не дает плоды чаще все потому что климат неподходящий но нам уже подсказали где мы можем найти дерево мы отрежем от него кусочек и потом сделаем прибивку кстати это действительно ну не просто в интернете прочитали одна наша знакомая вот так посадила просто из косточки одно дерево не было у нее ничего никакого второго дерева и она выросла и начало давать плоды причем очень вкусные плоды поэтому все возможно здесь во флориде видимо это возможно на своем опыте пока рано утверждать но время покажет если у нас это получится значит все будем знать что действительно в нашем климате во флориде из косточки можно вырастить манго который будет приносить плоды даже не имея себе спутницу или спутника заехали еще волмарт на минуточку погода наша нас пугает пугает но за счет того что есть голубое небо мы тоже перебежками зайдем сюда кое-что надо купить для дома ну возьмем вас с собой раз уж мы сегодня с вами то пройдемся и волмарт хочу посмотреть есть тут черешня или нет волмарте сейчас сезон должна быть везде а есть вот такая вот светлая стоит 598 за паунд в косточка были там примерно также 12 долларов стоила коробочка из 2 паундов то есть в косточка такая же цена но это всегда дороже обычно черное что-то я не вижу черешни ну ладно хотела еще сказать что в волмарте самая низкая цена на вот это мороженое мы его обожаем просто хиогандац смотрите 398 стоит обычно она больше пяти долларов но бывает и конечно в пабликсе акции одно берешь одно бесплатно а так ну если регулярная цена то больше пяти долларов я люблю вот это мне нравится еще смотрите состав хотела закрой я пошла в холодильник хотела вам показать поделиться что мороженое реально классно значит здесь только сливки молоко клубника тростниковый сахар и желтки все больше здесь вообще никаких нету других добавок но это именно вот это клубничная если там конечно с разными печеньями или же там с пинат баттером всем там конечно другой состав будет больше но я люблю именно вот это клубничная и здесь отличнейший состав все такое без химии так что если что вдруг кто не знал можем порекомендовать и само мороженое и то что в волмарте она самая дешевая пабликсы есть не везде по америке но если есть вабликс то вот эту акцию хорошо отслеживать одно берешь одно бесплатно ну а зачем мы сюда пришли в волмарт потому что здесь практически всегда есть в наличии мой любимый криммер это сливки для кофе со вкусом амар это для меня это идеальное сочетание с кофе поэтому мы всегда их берем слав я наверное возьму про штуки три сразу тоже волмарт мы не часто ходим а заканчиваются они у нас быстро мой любимый цена 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 397 еще в волмарте мы для себя открыли вот этот бренд это йогурт питьевой он есть вот со вкусом гуавы со вкусом вот там дальше видно банан клубника просто далеко стоит надо вот он есть вы знаете мы когда взяли первый раз здесь конечно сахар добавлен а это просто чисто натуральный он прям вот как кефир вот прям как кефир российские вот где которому мы привыкли то что здесь кефир немножко другой если покупаешь прям именно бутылку с названием кефир он кислый прям ну неприятно пить а вот этот похож на наш кефир который мы пили с детства вот 648 стоит здесь в этой баночке сколько 1600 1650 миллилитров вот большая банка все идем на кассу едем домой хотела здесь еще сыр найти такой знаете специально который можно жарить халуми или как он называется по-русски но здесь он немножко другой мексиканский прямо написано им специально для жарки но не нашла поэтому все покупочки наши закончились теперь едем домой будем заниматься нашими растениями косточками и всем остальным значит друзья мы уже дома вот такая пальмочка у нас стоит что что я говорила от прошлых наших маленькая там ящерица от прошлых наших жильцов это какое-то дерево какое-то растение вот я не знаю такие листья у него кто знает название я посмотрела в интернете вроде как продаются такие вот такой ствол небольшой листики отпадают и вот она растет вверх ввысь здесь есть какие-то вот такие еще два бревна ствола я не знаю чего они от этого от этой пальмане или нет ну в общем вот такая она то засыхает зимой потом оживает вроде бы выглядит очень даже неплохо пышненькая такая вот я сейчас хотим выкопать и пересадить в горшок пишут что вот именно вот эти деревья ну как пальмочки да их можно и дома держать и на улице а вот она наша косточка видите уже росток проросла уже в принципе пора ее сажать в землю наш горшочек с распаковки здесь уже есть дырочки поставили в одноразовую пока тарелочку чтобы ну мало ли будет вытекать земля и я помню наши зрители нам советовали на дно положить кусочек бумажного полотенца чтобы не земля не вытекала хотя она здесь должна быть не мокрая а влажная но тем не менее дырки очень большие вот это бумажное полотенце она будет немножко землю задерживать то есть вода будет проходить но земля не будет вытекать наш главный садовод в деле мне не доверяет сказал я буду делать все сам до слав я не против делай мне кажется можно хоть прямо так постели да и я думаю обрезать можно чисто на дно не для того чтобы она окутывала весь горшок а так лежала на дне для подстраховки перфекционист чисто чисто по размеру так у нас есть гранола я думаю мы сейчас тоже гранолу насыпем сюда хуже не будет на дно на самое да ты хочешь на ну давай это вот этот вот перлит который мы купили он как раз сейчас покажем как он внутри выглядит я почитал это какое-то стекло разогретое до температуры 1100 градусов и вот так он выдумывал совсем чуть-чуть нужно вот засыпать дно на просто чисто как такой легкий дренаж чтобы вода не стояла достали свою лавку с инструментами как раз все будет пригождаться я думаю хватит да так чисто высыпать дно горшок наверное не знаю большеват может быть для этой косточки хотя нормально хотя нормально у нас есть меньше но он прям слишком маленький будет все-таки нужно чтобы оно росло а не просто посадить вот и вот эта смесь идет специально для как раз вот ростков написано видите для начинающих вот этих семян которые только дали росточек им нужно укорениться и вот этот здесь уже тоже кстати этот перли по-моему есть чуть-чуть бену что-то там есть не знаю что это знаешь слав я бы над я бы знаешь как сделала так как горшок большой может быть немного бы я насыпала сюда обычного грунта а вот этот сверху чисто для где будет косточка если горшок глубокого умы потом уже когда корни немного образуются да там я думаю как раз будет уже грунт им достаточно а то слишком большой горшок у нас будет расход сильный вот этого вот не знаю специального грунта для корней ну короче друзья эти экспериментаторы как вы поняли этим никогда в америке не занимались как мы уже говорили но с чего-то надо начинать но я думаю знаешь как может быть одну третью горшка сделать ты как думаешь или пол горшка до половина много будет наверное будет много половина да может быть одна третья нормально я думаю так нормально достаточно да теперь основную смесь покуда хочешь мне кажется надо вот до этой вот первой перекладинке можно насыпать зрители будем рады вашим советам я думаю что опытные садоводы нас просто ржут ну так теперь надо небольшое отверстие сделать там кстати написано было в интернете что его его не надо полностью засыпать его нужно просто присыпать просто присыпать сверху и все то есть не углублять прям в землю если уже прямо знаешь бывает просто такой степени что уже листики видны и тогда прям его вообще его оставляют на пожирности с листиками да совсем чуть-чуть вот так его просто присыпать и и все и он это будет потихонечку там приниматься надо будет землю сейчас смочить сделать влажной но и поставить сверху наверное какую-то бутылку чтобы там создавать такую теплицу эффект теплицы мы потихонечку иногда открывать для поступления воздуха ну посмотрим что у нас получится так немного надо полить чтобы он был влажный не мокрый подождем пропитается пусть посмотрим как она сверху то что он не должен быть прям в мокрой почве здесь очень мало было влаги еще ну потихонечку пропитается сейчас сейчас мы еще польем еще чуть-чуть полили теперь вот это вот накроем бутылкой у нас единственная прозрачная бутылка такая большая чтобы создать вот этот эффект теплицы все теперь вот будет стоять будем периодически открывать проверять чтобы земля была влажная не мокрая и смотреть как у нас будет продолжаться рост нашего любимого манго скоро будем есть манго очень скоро сложится 5-10 я думаю дерево мы просто найдем в каунте питомники конечно же посадим а это будем чисто ну как вот для интереса да хочется самим вот из косточки вырастить ну посмотрим время придет будет возможно давать какие-то плоды пока что вот так так все манго готов начинаем заниматься пальмочкой да да немного вернулись к нашему манго полили хорошо земля села потому что вот это сверху она такая пышная и мы еще насыпали чтобы не сильно глубоко в горшке сидел этот росточек чтобы ему свет хорошо попадал все вот это я думаю нормальное количество земли росток торчит теперь вот в этом состоянии прикрываем бутылкой и ждем расти расти наш друг короче это пробуем сейчас нашей пальмы здесь возюкаться вот эти большие стволы я не могу понять тоже ее ну да и такие уже корни огромные ну да и короче доставать и смотреть потому что вот идет большой корень ой он просто гигантский слушай нам горшка не хватит да надо ее в землю сажать но если это вообще ее вот эти большие корни а от нее растет от нее растет да надо смотреть куда что идет и руками откопать да друзья будем этим заниматься слушай ну я не ожидал что такие длинные корни у нее ничего себя напустило обалдеть и вот это видишь все таки срезали они наверное на теперь стоят пеньками и даже не растут интересно от них ростки даже не идут это растет высохли наверно просто я думаю что-то где-то повредилась и они высохли странно ну ладно сейчас мы друзья короче будем разбираться с этим так достали мы нашу пальму смотрите здесь получается вот эта часть вот где второй пенек был он уже сухой весь этот просто вот труха он высох а вот этот с которого она растет посмотрите на какой размер корни интересно их можно отрезать или она погибнет я вот не знаю давай сейчас в интернете посмотрим я знаю что зрители нам напишут скорее всего но мы сейчас уже будет поздно в процессе да нам нужно понять можно ли обрезать эти корни если можно то в принципе у нас тут стоит заброшенный горшок тоже от прошлых наших соседей соседей я говорю жильцов которые здесь жили он тяжеленный вот он просто стоит здесь заросший это не наш мы как бы им не пользуемся и вот он просто может быть если корни можно обрезать в него посадить пока что так значит разбираемся мы с этой пальмой здесь у нее корни мы посмотрели они некоторые прям сухие уже пустые и мы так поняли что как нам наш знакомый объяснила что возможно это растение может прирастать к старому какому-то растению и вот к нему приросло и растет а корень вот этот уже старый до древней до внешней и если его сейчас обрезать не факт что оно выживет короче я посмотрел на амазоне такая штучка стоит 30-40 долларов чтобы усадить эти корни нам сейчас потребуется тоже земли на тридцатку поэтому наверное мы ее назад сейчас вернем в эту землю пусть сидит можно конечно этой земли взять мы можем попробовать да обрезать сухие корни здесь у нас есть большой горшок взять отсюда эту же землю и попробовать пересадить просто удобрить ее чуть ну да не из пакета новую землю из магазина брать а вот то что здесь есть просто добавить удобрения и посмотрим выживет выживет с обрезанными корнями нет так ну что теперь делать потому что она реально то умирает то оживает ну вот она приросла к какому-то растению и теперь умирает потому что мы смотрим вот эта часть ствола он тоже как будто гниет он тоже как будто пустой поэтому рано или поздно возможно она вообще погибнет и все наши усилия были зря ладно сейчас так и сделаем наверняки нас уже если честно мошки тут заели ну вот вот эти длинные обрезай ну вот не знаю посюда наверно их надо будет присыпать пеплом чтоб они не загнили так вот это сухое вот это сухое пустое вообще вот это тоже сухая часть так эти молоденькие оставляй вот эти дрыны эти дрыны надо обрезать все давай может быть вот так хотя здесь вот корешки вот так вот сделаем ну вот эту часть этот гибкий его можно а нет он сломался да я думаю обрезаю тоже я просто думаю в горшке будет тесно таким большим корням ну они может примут форму обрежь еще вот этот уже остальные обрезала я думаю этот хуже не будет если ты обрежешь так у тебя пепел есть же в нашем гриле да или ты их присыпешь и мы это усадим в горшок так ну корни мы присыпали пеплом тесновато им конечно будет в этом горшке наверно наверно да ну это будет его же земля ну ладно хуже не будет все равно он тут уже выживал потому что основание если погибнет то оно погибнет так добавим чуть-чуть нашей земли которую мы купили немножко может быть ему будет поприятней растение смешаем с вот этой землей в которой он рос уже все посадили мы нашу пальмочку смешали хорошую землю с имеющейся сейчас польем посмотрим скажет она нам спасибо или нет за эту работу в принципе здесь на улице дожди регулярно сюда вода попадает поливается ну так как мы добавили сухой земли из мешка польем сейчас аккуратно так ну что слав закончили наши на сегодня хватит дебютные огородные дела услышать с этой пальмы вообще я конечно не ожидала что там такая корневая система я думала маленький росточек сейчас достанем горшочек пересадим а там такая коряга обалдеть ничего себе так надо убегать ну мы поговорили я же говорю вон мошки нас уже заели мы мокрые влажно жарко мошки едят просто мы поговорили с нашими друзьями которые занимаются садоводством они говорят что скорее всего оно погибнет рано или поздно пока что еще на каким-то образом выживает вот за счет этих длинных корней но в общем посмотрим друзья спасли мы это растение или же ускорили его уход у нас тут живут все убежал ящерицы хочу показать вам еще мои семена которые я купила для того чтобы сажать пальмы значит три вида семян одни вот так вот в пакетиках пришли и разное количество вот 50 штук вот этого вида пальмы 10 семян и вот в таком пакетике тоже здесь всего лишь три семечки представляете так сейчас покажу какие это пальмы что за семена я купила и вместе с вами их уже начнем вводить в процесс значит вот этот пакетик это пальма так называемая бутылочная выглядит она вот так на амазоне вот эти семена стоили 12 долларов и вот эта пальма такая интересная видите у ней ствол в форме такой бутылки получается посмотрим не знаю что получится у нас получится ли ее вырастить хотя я смотрела в интернете в домашних условиях вполне люди смогли выращивать такую пальму конечно до такого размера она будет расти очень очень долго но вот маленькая за несколько лет может вырасти но как мы уже говорили у нас чисто интерес самим посадить не то что там прям чтобы у нас великая пальма если мы очень хотим сразу большую проще пойти как вот мы в начале видео показали в магазине купить ну а эти попробуем вырастить вот эти семена которых 10 штук всего лишь это вот эта пальма вот 10 семян 10 долларов столе как раз мы с вами ее видели в магазине home depo они уже продавались в горшках по 40 долларов вот так же три штучки из одного ствола растут из одного горшка ну вот 40 долларов можно купить уже чуть-чуть поменьше вот этого размера ну выращивать тоже будет интересно ну и вот эти семена 50 семян здесь это пальма которая мне очень нравится это вот такая пальма которую я называю ананасик часто они иногда вот так растут прям вверх а иногда вот так спускаются вот эти листья и она тогда такая выглядит знаете как ананас красивая вот эти пальмы они сами по себе дорогие если их покупать например готовую ну вот семена стоит 985 почему здесь 50 семян не знаю может быть из-за того что плохо принимаются эти семена поэтому они такое количество дают из-за того что неизвестно сколько в итоге прорастет семян может быть вообще одно только прорастет в общем будем смотреть с вами друзья вот такие пальмы у меня в наличии их семена как их сажают я посмотрел в интернете на начальном этапе значит нужно эти семечки положить в салфетку салфетку эту смочить чтобы она была влажная положить в пакетик чтобы такая создалась атмосфера у них влажности как типа теплички и убрать в темное место периодически доставать смотреть чтобы салфетка была влажная ну и смотреть уже за ростом когда прорастут семена потом уже их пересаживать но пока что первый самый процесс это чтобы они проросли так готовила пакетики думаю надо наверное пакетики подписать сначала прежде чем сажать значит здесь у нас будет храниться бутылочная пальма неудобно писать так три семена у нее всего лишь будет так одна есть следующий вид это у нас будет вот этот так называемый ананасик переписываю с этикетки чтобы уже точно знать как это будет называться так ну и вот это последняя последний пакетик это у нас будет вот эти тройные которые пальмы будем смотреть какая быстрее взойдет какая вообще взойдет или нет значит подготовила салфеточки сейчас мы туда поместим наверное которых пятьдесят я даже не знаю придется не одну салфетку использовать хотя хотя почему нет может быть можно и все их поместить они будут потихонечку прорастать будем смотреть какая из них прорастет быстрее так давайте откроем эти все семена они уже подготовлены для того чтобы сажать это у них нету вот этой мягкой оболочки которую нужно убирать высушивать эти семена уже полностью высушены вот смотрите было написано 3 а здесь 4 4 семечки ну прекрасно 4 это еще лучше так 4 теперь их нужно вот так сложить берем смачиваем эту салфетку можно так еще раз сложить еще раз смочить чтобы она была влажная со всех сторон она не должна быть мокрая но достаточно хорошо увлажнена так это у нас бутылочная пальма сразу переложим с вами в пакет пакетик ее так первая часть есть дальше у нас идут семена вот этой тройной пальмы которых десять тоже все наверное сразу их высыплю пусть будут надеюсь их тут десять я даже не пересчитывала так два четыре шесть восемь десять двенадцать с запасом кладут видите молодцы это приятно что не прям под расчет также смачиваем ее водичкой эту салфетку с этой стороны тоже складываем сейчас на счет она как-то не полноценно не началась так вот он этот пакетик для этой пальмы перекладываем его сюда закрываем волнительный такой процесс первый раз жизни сажаем пальму из семян и последнее это вот которых пятьдесят штук как раз это мой любимый ананас так я не знаю даже я бы наверное наверное две салфетки я сделаю пусть будет наверное вот такое количество на одной салфетке так сворачиваем и еще одну сделаю то наверное это слишком большое количество для одной в один пакетик скорее всего сложено в разные салфетки я читала очень много зависит от того когда были собраны семена насколько они старые или не старые вот не знаю что мне прислали какие-то семена прорастут они или нет ну буду надеяться что прорастут хоть что-то не все пятьдесят конечно но если парочка прорастет уже будет хорошо последний у нас остался штрих все знаете как я сделаю вот так и вот так сложим и сюда в этот же пакетик аккуратно закрываем все теперь это нужно убрать в темное место я сейчас возьму наверное тоже такой бумажный пакет туда сложу сверну и уберу в какой-нибудь ящичек вот такой вариант пакета вполне подойдет туда мы с вами их складываем и забываем на какое-то количество времени приличное количество времени семена прорастают не так быстро это может занять несколько недель но с этого нужно начинать чтобы продвигаться дальше все наши дружки идут в темное место будем по мере продвижения процесса вам показывать в каких-нибудь влогах как у нас происходит этот процесс что проросло что нет так ну все друзья вот такой у нас получился сегодня дебютный садоводческий влог для нас это что-то новое посмотрим что из этого получится как мы уже говорили ждем ваши советы ваши рекомендации опытных людей которые это делали мы конечно же много читаем много смотрим и в интернете как здесь в америке это делается но живым отзывом мы тоже будем очень рады может быть вы сталкивались какая-то у вас возникала проблема как вы ее решали будем рады вашей обратной связи как я уже сказала не только про семена но и про манго про все что мы сегодня сажали будем вам показывать в наших влогах периодически как происходит процесс и происходит ли он надеемся что вам такое видео было тоже интересно это тоже новая тема на нашем канале садоводством мы еще точно не занимались но всему приходит свое время видимо и наше время пришло тоже что-то делать и в этой сфере все друзья на этом сегодняшнее видео будем заканчивать следующее видео у нас как мы обещали вам на этой неделе мы расскажем вам новости о том какой мы выбрали проект дома нашего рассказываем все наши нюансы детали покажем что мы изменили сколько это стоило то есть ну все поподробнее мы стараемся максимально такую информацию давать подробно чтобы вы имели эту информацию возможно она пригодится тем кто непосредственно здесь живет в америке но знаем что многим нашим зрителям из других стран тоже очень интересно уже наконец-то посмотреть какой же проект у нас получился какой вы себе дом мы будем строить все друзья всем как всегда желаем всего самого хорошего и доброго берегите себя увидимся с вами в следующих видео всем пока